Прошлое, настоящее и будущее национальной армии Молдовы. Эту тему на днях обсуждали в редакции газеты «Аргументы и факты в Молдове». Там прошла встреча министра обороны Молдовы Виталия Маринуца со своим коллегой, экс-министром обороны Виктором Гайчуком. За круглым столом состоялась дискуссия об увеличении финансирования молдавской армии, о военном сотрудничестве с другими странами, а также о продаже оружия. Горячей темой стал вопрос о неуставных отношениях в национальной армии, а именно в случае смертности среди солдат. Я хочу сказать, что у нас положение хорошее, но не идеальное. Идеального мы, наверное, никогда не добьемся. Даже в армиях, где 100% по контракту, иногда возникают ссоры, возникают эти отношения между солдатами. Ну, к сожалению, в этот негативный момент он присутствовал еще в советской армии, к сожалению, перенесся в национальную армию. Конечно, трагические случаи, они очень печальны для всех и для родителей. Это не поддержит имидж армии. В ходе встречи поднялся вопрос и о военном сотрудничестве молдавской армии с другими государствами. Напомним, что летом широко обсуждался вопрос о вхождении Молдовы в НАТО, в результате чего был заключен договор партнерства во имя мира. Самым примечательным стал тот факт, что в военный блок стран СНГ Молдова не входит и не собирается входить. Сотрудничество вооруженных сил республики Молдова, еще начиная с 1994 года, оно канализировано в двух направлениях. Это сотрудничество в рамках программы во имя мира и двустороннее сотрудничество уже со странами. В СНГ мы не входим в военный блок, поэтому сотрудничества военные по СНГ у нас нет. Что я хочу сказать насчет военного сотрудничества в партнерстве во имя мира. Это программа, НАТОвская программа, которая, в принципе, дала нам возможность обучить сегодняшний корпус офицеров и частично сержантов-прапорщиков. В НАТО Молдова еще не вошла и является нейтральной страной по Конституции. Тем не менее, молдавских солдат уже подготовили к отправке в Косово. Миротворческая операция в Косово сейчас принимает участие почти все нейтральные страны Европы. Поэтому я не вижу никакой проблемы здесь. Когда наш контингент миротворцев поедет в Косово, он сможет выполнить свои задачи, сможет взаимодействовать с другими контингентами очень хорошо. Потому что мы готовы, мы подготовили их в полном объеме. Вопрос о продаже оружия также затронули в ходе беседы за круглым столом. В последнее время интенсивно обсуждалась продажа оружия из запасов национальной армии. Министр обороны Виталий Маринутца категорически опроверг обвинения в незаконности сделки продажи оружия по линии Минобороны в Армению. Он отметил, что генпрокуратура, где было заведено уголовное дело, признала сделку законной. Да, продавалось оружие и в 90-е годы, продавалось оружие и раньше, господин Гайчук может подтвердить. И, в принципе, ничего такого не было. И сейчас тоже, в принципе, эта сделка была экономически очень выгодной для страны. Ничего криминального здесь не было, ничего мы не нарушили. Напоследок стороны неизбежно коснулись болезненной темы, которая широко обсуждается в молдавском обществе. Огромное количество смертей и самоубийств в рядах молдавских солдат. Следует отметить, что оппозиция не раз требовала отставки министра обороны, обвиняя его в коррупции и профессиональной некомпетентности, приведшей к случаям смертей солдат в национальной армии. А также в том, что он, как руководитель, так и не сумел искоренить в Молдове такое явление, как дедовщина. Наверное, возможно сделать усилия для того, чтобы эти случаи не повторились. Опять же, хочу сказать, что несчастные случаи, они бывают и в гражданском обществе, тем более в военной среде, где постоянно имеют дело с оружием. Но, с другой стороны, я думаю, что на данный момент просто используется некоторыми средствами массовой информации, а также другими порталами, именно для того, чтобы напасть на армию, персонально на меня. Маринутца, в свою очередь, не считает себя виноватым в том, что количество смертности среди молдавских солдат растет. Чиновник закрывает глаза на обвинения и называет все это политической провокацией. Напомним, что в период пребывания Виталия Маринутца на посту министра обороны с 2009 года по настоящее время 8 военнослужащих погибли. Последний случай произошел 27 октября, когда 18-летний военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения в голову.